Тогда его можно остановить, но они берут Винч Доктора, который как раз-таки сейчас, наоборот, наверное, один из тех героев, из тех пяти, которые получили дебуста в этом патче, у него ослабили палку, ты не можешь ее теперь контролировать в драке, поэтому, зачем он теперь вообще нужен, непонятно. Если герой есть, пользы нет. Линию стоять, то есть, допустим, до шестого бейсмастера как-то что-то живешь, а что делать дальше, или там до седьмого, когда у него еще крип появляется дополнительный. Нужны герои, которые могут его на любой стадии игры находить, убивать, то есть какая-нибудь Энигма, может быть, Вои, то есть что-то, что не даст ему вообще ничего сделать. Таких героев не очень много, и надо их брать, и при этом большинство из них сами страдают от того, что им придется кутлинки сферу собирать, иначе их даже сквозь. Там БКБ будет от бейсмастер тормозить и убивать. Слишком много физурона стало. Слишком дешевые некра, ну не слишком дешевые, но дешевле, чем были, особенно первые. То есть на них понизили стоимость на третье, чуть-чуть повысили. Тип еще добирают ДП себе, видишь, такой продолжающийся пуш. Да, сильный пик. Сильный драфт у тиманцев. Причем ДП, в отличие от Медузы на линии же еще крайне сильно приходит. И вот земель одна там Медузу смогла убить. А сейчас у нее будет еще и Огр, который просто будет тамазывать со всех сторон, и поэтому ДП должен по-хорошему быть чуть ли не рефармом в центральной линии. Ну отбирает себе... Миру Тандайна, который тоже. Второй герой, который не то чтобы получил вуз, а наоборот, скорее стал чуть слабее, потому что добавили ему кучу всяких разных ситуювен, в которых он может получить доп. тамбу, саланта, типа там при смерти и так далее. Но главная проблема этого героя в том, что сами зомбари не очень-то полезные, оставив доп. тамбу, ты просто даришь больше денег. Так что посмотрим, к чему это все приведет. Но вот Антайник не работал в прошлом патче, и все, в чем он не работал, не убрали. То есть это только ухудшили. При всем при этом Антайник остается хорошим героем в харду, когда тебе нужно сделать, например, дабл-линию против триплы. Антайник там весьма-весьма неплохо смотрит за счет дикеев, и вот стадию леннига он действительно помогает выиграть. Да, но вот ты заканчиваешь стадию леннига, и ты, например, на пятый. А дальше что он делает? Он не мобильный, он не быстрый, у него нет замедлений, у него вообще ничего нет. Ну, если он так же идет, что устраивает драки 5 на 5, ставишь там стол на ранних лабр-лак, что еще делать? Да, то есть слабо, что-то работает, работает, а против сильных, которые могут с собой не драться, или которые могут в фокус. Что делать? Опять же, на Виктос Гейминг всю прошлую игру стукнулись об то, что им нечем было отпушивать издалека. Четыре героя, ноль отпуша. Ну, то есть какая-то Шапнель условная. Осталось 5 секунд. Хотя бы что-то делать, но сейчас ты можешь это делать, заводить просто глифом. Ну, по-моему, сами ЛФА, что ли, еще в предыдущем патче, также в рамках ДПЛ, он дайнга показывали на как раз четвертой позиции, на оффлейн, до Блой они шли, довольно неплохо разваливали. Но там все поддерживалось тем, что выигранная линия потом превращалась выигранные брони и замесы 5 на 5 и очень быструю, хорошую доминацию, где у Андаинга появляются деньги, он собирает там мех какой-то, в общем, команде становится полезным персонажем. Но для этого нужно, опять-таки, побеждать на стадии лейнинга. Да, снайпера себе добрали, это герой в центр. Интересно, в общем-то, Андаинга с кем будет на оффлейне стоять в Инвиктос Гейминг, потому что, ну, в Энджи, Фул Спирит, Вичи Доктеры, так понимаю, это керри и саппорт. Где-то на легкой, где-то против бессматера. Если бы брать еще одну какую-то четверку и Андаинга в трешку, то это точно поражение, поэтому герой сложный нужен. А может быть сделать в Энджи, Фул Спирит, Вичи Доктера, Андаинг трипла в хард? Можно, но в любом случае я про то, что им нужна именно как вторая, третья позиция такой герой, который будет давать урон, который пойдет первым. Я бы даже сказал, какой-то Тайт Хантер, но он тоже не в мете. Герой, который бы в соло против бессмастера хорошо отстоял, я не знаю, брать ли Акса, например. Акс неплох, кстати. Вот Акс, возможно, выход. В текущей ситуации можно пробовать какого-то тимбера, типа пилить все там, как-то жить. Тоже довольно танковый парень на ранней стадии игры. Попытаться может здесь что-то сделать. Сынкинг, ну, по идее, по идее тоже против бессмастера должен стоять. Не уверен. Ну, плюс-минус. За счет пассивки... Старого должен против нового, не уверен. Надо смотреть на практике. Ты просто ешь где-то там и получаешь постоянно топоры. Как милишник тебе еще, они нормально не увернутся. Но бессмастер при этом тоже сам милишник, а все-таки у Сынкинга довольно болезненная пассивка. Плюс под лопу сейчас Сырис Сол Ринг. Можно попробовать так поиграть. Но я, скорее всего, думаю, что это будет Undying Сынкинг Дабла и Avenger Full Spirit, Витч Доктор Дабла. Хотя триплу я бы хотел видеть здесь, наверное, побольше от Эдвиктуз Гейминг. Так, а Тимакс добирают себе Слардера. Ну, это Керри Слардера для фонда. Вчера они подобное уже делали. И подобное мы исполняли. Но проиграли игру. Просто его не сильно пробустили. Именно как дэмэдж дилер у него теперь есть. Цепочка талантов, которая вылечивает именно его как кор-героя, но при этом они все еще не... Начинают работать, ну, понятное дело, на 15-м, на 20-м, на 25-м. Что поздновато. И какие-то коры, там тот же Ластилер, он там армлет собрал и со счета артефактов уже идет и просто всех разваливает. Слардера ты все равно видишь какой-то даггер, ты все равно получаешь больше урона под спринтом, ну и так далее. Еще раз, сплошные минусы в этом герое, как кор позиции. Но из хорошего он вешает минус армор и он прыгает с этим самым даггером и он может рваться в того же снайпера, в ту же лингу, не давать им кастовать и на себя много-много урона. Да, ну, потому что появляется интересная... Слардера там появляется довольно забавный талант, которым позволяет, в общем-то, вешать свой коррозив кейс и при этом его невозможно задиспелить. Довольно интересная опция. Насколько это, конечно, на практике будет применяться, большой вопрос. Ну вот, в предыдущей игре такого Слардера я не успел обнаружить. Слардер там проиграл чуть пораньше. Но на стадии лейнинга все равно неплохо. Опять-таки носить очень много урона с руки. Если у тебя боевые суппорты, то, в принципе, там станчик накрываешь, каким-то бьешь слабый. Я бы на самом деле сказал, что ты хочешь брать другой талант, а не коррозив кейсу. Я не спорю. Я просто говорю, что это забавный талант. Нет, это неплохо, но получить 40-процентный баш куда лучше. Если ты играешь как керри Слардер, то безусловно, конечно. Если ты играешь как керри Слардер с суппортом... Любой дизей был лучше, чем гипотетически и так висящий баф. Ну, я к тому, что Слардер в лейте, который в 25-м уровне успел с позиции суппорта купить себе блинка форстаф с траквилбутцами, то ему баш не очень пригодится, потому что с руки он, скорее всего, бить не будет. Он будет вешать коррозив кейсу. Коррозив кейсу. Точнее, не так. Если удашь хотя бы один удар, и он сработает, это уже будет лучше, чем если гипотетически не здесь спаливаемый у тебя будет коррозив кейсу. Потому что ты и так его вешаешь на нужную цель сразу. Ну, типа, ее эти дебафы снимаются. Не знаю. Ну, на мой взгляд, Слардер с коррозив кейсом, который не диспелится, будучи суппортом Слардером, он, наверное, покруче будет. А вот с кейри Слардером, там, конечно, обратная ситуация. Там, безусловно, баш будет в приоритете, потому что Слардер будет именно с руки бить его, бить очень сильно. Ну, до кейри Слардера до 25-го уровня нужно дожить. Как и до суппор Слардера. Урон, баш дэмэдж, атак спид, баш шанс. То есть, обеиха такая машина, которая 40%, 220 доп урона нанести в стычке. Это лучше какого-то МКБ, это лучше, я не знаю, каких-то критов. Ты просто бьешь с каким-нибудь Моншардом и выигрываешь игру. Кстати, вчера довольно интересная опция. У меня вопрос возник, я так и не успел его проверить, потому что как-то устал после эфира. Так вот, вот Найт Вижн, который дает теперь древо талантов левое, да, для Слардера, режется ли оно за счет Найт Сталкеровского ультимейта? Или не режется? Или это все-таки тысяча как тысяча, как талант? Сейчас. Из плюсов того, что мы в Дот ТВ, я прямо сейчас проверю. Давай. А как ты можешь? А, ты можешь... Я могу закрыть просмотр, зайти в демо-херу, нажать создать Найт Сталкера, посмотреть и зайти смотреть игру дальше. Так что, если у тебя будут во время этой игры какие-то вопросы, ты не стесняйся. Ты готов тестить? Ну, мне просто это интересно. Я думал, ты знаешь уже, проверял эту информацию. Просто это было бы не очень круто, если твой талант, он просто уходит в ноль только из-за того, что против тебя играет Найт Сталкер. Ну, а ты не видел, как работает Спектра с Найт Сталкером? Ну, это кошмар, да, я понимаю. Это очень сильно. Все-таки мне кажется, что у Сларда талант должен покрывать, как ни крути. Потому что бегать с обзором в 600, когда у тебя талант на 1000 есть, при этом еще собственный какой-то небольшой обзор, но это... это немножечко не круто. Но опять же, нужно тестить, нужно смотреть. Так. Ну что, берем Найт Вижен. Угу. И подрубаем ночь. Так, у нас тут стычка сразу. Ого, какая драка намечается. Топоры залетают весьма неплохие. Вынужден Виктус Гейминг отходить. Крашем цепляют Бобоку, разворачивается Ку. Дикей, кстати, можно накидывать нон-стоп. Ну, как нон-стоп по кулдауну. Бобок пока еще живет. Кью, еще один Дикей. Undying, конечно, 1200 здоровья уже, но бьют его просто пятеро. И выжить в такой ситуации невозможно. Нарвалить. Нарвалить Виктус Гейминг ФБ для Тим Макс. Для конкретно Чалеса на Бестмастере. Вот такое. Я тебе скинул в итоге, как это работает. Ты людям скажи. Подрезает, подрезает. Видишь? Я тебе в личку отправил. Ну, это, по-моему, не выглядит как 600. Обзор. Ну, это не выглядит как 600. Ну, то имеется в виду, что вот у него свой вижен какой-то есть, плюс к нему 1000, и все дело подрезается в процентах. Ага. Но, то есть, он в таком случае видит дальше, чем его тиммейты. Это да. Все-таки, значит, режется. Причем, режется там довольно серьезно. Ну, процент всегда режет больше, чем... От того, если... От того, сколько у тебя режет одинаково, но если у тебя, допустим, 1000 или 2000, то от двух он отрежет больше. Целочисленные значения. Это правильно. Это правда. Ну, что, это все-таки та самая трипла, которую я говорил, которую я хотел увидеть в исполнении Invictus Gaming. Вот она идет в хард, она идет действительно давить. Ну, и общий посыл вообще этого действия, конечно, нам понятен. Давление на линиях, попытка в эти линии выиграть. Но то, что трипла здесь должна чувствовать себя хорошо, в этом я не сомневаюсь. Вот что касательно других линий. Здесь нужно посмотреть. Ну, снайпер против Death Profit должен стоять неплохо. Единственное, что Гормак, конечно, будет немножечко мучить. Сильно мешать, да и у Скорпиона тоже небольшие. Могут быть проблемы при перетяжке какого-то Дизраптора. Он мог просто перейти именно на длинной линии, из-за того, что он не ждет застанку это убить. Ну, не убить, может там напасть, подсветить, дать какой-то дэмэдж. Интересно, рассчитывал ли X-XS, что будет стоять именно против Слардера, а не против... Точнее, будет стоять против Слардера, да. Хотя изначально он должен был стоять против Бестмастера. Я думаю, что не планировал, и он должен понимать, что Слардер здесь не будет стоять с ним соло, если это Слардер, а он уже видит его закуп и должен даже понимать. Сейчас будет какой-нибудь стан, будет туда сейчас тоннер-страйк, и вот куча-куча урона. Не будет быстрее, но можно было бы даже, наверное, попробовать догнать и добить. Но пока выживает. Да, подхилы имеются у Сен-Кинга. Ну, сейчас пять зарядов, у Танга можно пользоваться. Пока я использовал хилинг соло. Второго уровня уже Сен-Кинг. Ну, надо понимать, что как только уйдет здесь Дизраптор, конечно, у самого Слардера здесь тоже будут какие-то неприятности, пусть и небольшие, но тем не менее. Вадение на Бессмастера и прок и Банка должны добивать с Маледикта. Бам. У тебя, может быть, отопьется, отпился. Выживает. Еще и вернулся, жадный. Баунди забрал. Сейчас еще за второй пойдет. Нет, там тиммейт. Там уже побежал HY. Ну, хорошо он сыграл. На самом деле, вот, очень плохо работает и на Кус Гейминг побаунтирует уже вторую игру в ряду, а не в той игре, если вспомнишь, отдали три даже без драки. Здесь вот их убили, тоже с рунами не сдалось. И вот теперь они тоже потеряли. Уже три руны, четвертая лежит, ее они не берут. А это много экспы для саппортов, много денег для саппортов. Видим, к этому что тоже нужно адаптироваться. Ты, кстати, видел этот баг? Ну, не баг, а типа бус с пуджом. Ну, то, что можно хукать. Да, но ты можешь утащить баунтируны, и если их не подбирать, они не спавнятся. И ты можешь вражеские убрать куда-то в лес. И все, собственно, на этом противников будет очень много минус денег в свою игру. Но при этом ты сам эту баунтируну тоже не можешь взять. Точнее можешь, но в этом нет смысла. Если ты там задоминировал, ну, ты идешь, типа, убираешь где-то на базе на своей, и, пожалуйста, они снова спавнятся. Если нет, то противник полуигры ходит без этого. То есть, в баунтируне, то есть, и ничего не стоит, ни по мани, ничего, главное, это противник, и утащить их. Да, этим можно развлекаться. Причем можно очень сделать круто, то есть, где-то оттащить эти руны, взять по таймингу, и потом находиться еще, чтобы твой тиммейт в момент спауна находился на точке спауна баунтируны. То есть, взял в 59 секунд, например, условно, и тут же нулевой взял еще на точку, где они эти баунтируны появятся. Ну, например, можно обузить это дело. Да, можно, можно такое практиковать. Но паджиков пока не видел. Вот, мне, кстати, тоже не очень нравится, то, что уже... Ну, я на новом патче смотрю 10-ю или 11-ю профессиональную карту, а паджиков просто нет ни в банах, ни в пиках. Это круто. что когда-то он боится. Героя сейчас очень сильно, опять же, у него вот это вот то, что мейн атрибут силы, который у него очень много, дает ему в лоте просто нереальный забуст по выживаемости, потому что у него не работает. Ни замедление, ни станы, ни сайланс, ничего. Просто там скидывает даже без артефактов процентов 40 где-то к концу игры, очень плотно, как идти не как. В центре, на снайпера атака теремия пошла, тут же ТП, после фаербласта выживет Леопи, да, выживает. Ну, мало здоровья у него, конечно, оставалось, у него был еще, между прочим, Три Ферри Фаер, но он без него справился. Выжил, сапог себя приобретает, еще тычка долетает к этой последней. Да, без урода. Долетела? Ага, просто долетела. Просто долетела тычка. Ну, Огромаг пытается быть полезным, а что еще делать? Ну, правда, смотрите, вот от той самой агрессии от команды Виктос Гейминг так и ничего не осталось. Состоит у нас керри Венжи Фулл Спирит в соло против Бистмастер, но, очевидно, здесь Фри Фарм она не похвастается. Тоже очень сильно проседает. Ну, видимо, будет свап линиями, судя по всему, Венжи Фулл Спирит должна перетянуться также на топ, стоять здесь, потому что на харде я не понимаю, чем он там будет добиваться. На топе тоже. Сенкинг андаинг, вроде бы линия неплохая, но пока никого они не убивают, даже напротив боятся. Атака от фонта, например, башек сработал, неприятно. Тандерстрайк. Я думаю, буду продолжать. Гримс можно вкачать, если что. У него мана нет. Гримс вкачать можно, колдануть нельзя. Просто по-хорошему идешь и генишь ману, пятый мут, когда на том решении, приносишь себе дасты и нападаешь на с... Центр. И он никак не может уйти из-под такого. Но вообще, это довольно странно видеть в проигре Тандерстрайк в 2. Так, тут у нас две ответные атаки были. Сперва в центре убили все-таки снайпера со второй попытки, ну а снизу потянулся Личдоктер и убили Бестмастера. Но в такой ситуации, когда, конечно, к Венге кто-то приходит, то фраг делать можно. Можно убивать Бестмастера нон-стоп. Но тем самым Венжи Фулспирит неплохо качается. Думаю, что увидим ту самую Венгу с Момом, ныне популярным артефактом. Да. Но в снайпере большие проблемы на линии. Я вот смотрю на него. Крипстат. Невен Этварс, опять же, такая просадка, что он находится пятым, но с конца. И как на снайпере камбэк это не совсем понятно. Герой тоже быстро, Толеса он не фармит. Ну, кстати, вот вспомнил я. Вчера подобная игра была именно с таким набором кор-героев. То есть снайпер, Бенжи Фулспирит, ну, оффленер был, правда, другим. Но суть была абсолютно такой же. То есть ребята собирались в нанесение огромного количества физического урона и с атакой. Достаточно скоростной такой атакой. И потом про за счет того, что оставлялась иллюзия после смерти одного из кор-героев, демэджи все равно очень много наносилось. Поэтому там фокусили неважно снайпер или Бенжи Фулспирит, все равно урона очень много залетало. Нечто подобное здесь и на тус-геймах показывают. Попадение в центре через шатнер и все, что вон, но телепорты сразу пошли и врага не будет. Просто по поводу всего этого я хотел проверить, но пока поленился. Если вкуснуть первую Вингу, то появляется ее копия, а она ауру дает или нет? Ну, по-моему, она дает все. В этом через БКБшки, молнии, по-моему. И там просто элементарно убивали снайпера. Снайпер вызывалась его иллюзия после его смерти и это иллюзия убивала всех. Иллюзия наваливала. Да, это очень туско. Нападение пошло, я думаю, будут забирать сейчас снайпера. Должно урона хватить на него, а вот что дальше делать? Подкоп, от Сенкинга. Хватит ли сил на ДП? Есть эпицентр, ТП-шка, Дистоунс и Усмок уйти. Грамотно. 7-25, если что, сколько он и Даггер? Ну, между прочим, постоял против Бестмастера. В Турбо все-таки играют. Мы не заметили, что это такое. Ну, у него крипстат 48 на 5, нет, это понятное дело, про то, что это слишком много, что ли. Ну, слишком быстро, да, согласен. Я думаю, но первый выход с Даггером не очень удачно получился. Все верно. Хорошо от своей линии отстоял Сенкинг, X-XS против Слардера здесь сверху, в общем, свое получил. Ну, может быть, даже оказался в более лучшей ситуации, нежели если бы он стоял против Бестмастера. То есть, получилось для него как нельзя круто. Ну, и при этом, не сказать, что Венжи Фул Спирит сильно проснял, второй Нетворсик. Все порядок. Так, вот тут неплохо, Бубок раскастовался, Каски Маледикт по двоим, хватит ли урона? Ну, Энд идет до конца за Бестмастером. Бестмастер погибнет ли под Маледикт? Большой вопрос. Да, погибает, тут же свап и Gaze of Death не сделал фраг, 100 сделал фраг Q, который сюда подошел, ну и сорвали стрик с Огрмага. Спасибо нашим зрителям в чате, которые мне сообщили, что этот никнейм оказывается полное его название Gaze of Death, взгляд смерти у товарища Энд, новый такой никнейм. Потому что Гезоид, называть его Гезоэт не очень хочется. Гезоэт, нормальный так. Перетяжка тут же в центре под ульт ДПМ, нападают, скриппионы возвращают, тоже далековато, снайпер должен погибать. У нас перед Сифон, замедление жесткий, Бубок сюда подходит, что-то как-то... Да, можно его еще раз убить. Касхема или Дикт? Огрмаг подтягивается, и... Да, Огр здесь, сейчас души-то доедят. Так вот, триплкил вообще на ровном месте. Не похоже, что хотят еще раз подраться. По-моему, тут просто... Нон-стоп сейчас будут умирать ребята из Invictus Gaming, просто смерть за смертью. Что делать-то с Дистоунсом? Вот в чем вопрос. Мана закончилась, да, проблема. Есть тики, есть тики. Правда, что они дадут эти стики. Да, ничего не дают. Удалось Invictus Gaming, там, чуть ли не с третьей попытки убить эту ДП, но, конечно... Мы очень много отдали за это дело. Зато очень много смертей у них было. За все это... Много смертей, много отдали, а во-вторых, Бисмастер все это время, когда Дракинчинство просто фармило первой Некра. Сейчас будут готовы... Уже готов, кстати, у него четвертый Call of the Wild. Все у него теперь будет появляться рандомный нейтральный крип. Раз в минуту. Из какого списка появляются эти рандомные... Сатир, Тролль, Волк, Кентавр и, вроде как, Медведевна Крушитель. Вот такой список. Но все полезные с нюками имеются. Да. Кроме разве что Волка. То вот там каких-то сывухов и так далее нет. Или там Коболь на автоскоросте. То есть именно сильный, сочный, Креп или Аура. Угу. Да, неплохо. Борует руну, но ему за это... Сейчас будет выезжать, должен быть свап, чтобы он тот погибнет. На Бубок ответ он также погибает. Ставится Тик Шторн, Кенетик Фил, потягивается Фонте. Краш. Тоже рассчитывает Слардер приобретать себе быстрый Блинк Даггер. Ну, раньше некоторые практиковали на Слардере покупку быстрого Армлета. На Керри Слардере здесь, видимо, сделается ставка на Блинк. Ну, хочется инициировать, хочется влетать, добираться до вот этих вот далеко стоящих целей в виде снайпера, конечно. Ищут бестмастера, ставят там, солей, тамбу и все что угодно. Вот его то ли Кентавр спалет, то ли еще чего. Он пытается убежать, но ловит еще один стан. Контроля много, станов много, замедления много. Чалец погибает. Ну, и вышка здесь будет падать так же снизу, ну, как и погибает вышка сверху от команды Макс. Есть Вейл уже готовый на ДТП и появляются первые Некрадомиконы у бестмастера уже сидя в таверне. Сначала положено. Вот у меня такой вопрос. Насколько актуально до сих пор покупать Вейл первым артефактом на мидерах? Ну, он вроде что-то там перестал давать, то ли армор, то ли дэмэдж, что-что-то там подрезали, я вообще забыл цифру. Но это все еще очень дешевый итем на приятные для мидера вещи. То есть, для первых, у НТВК уже большие проблемы с хп регеном, а он дает хп реген. Большие проблемы с армором. Да, вот я смотрю, дает армор. Так что, вроде как за его деньги вполне себе хорош. Все еще остается. Маки. Просто ты уже собираешь на НТВК, у которых магические роны. У них армора нет, хп регена нет. Все дается, при этом еще усиливается сам персонаж. Это понятно, да, но просто появились какие-то альтернативные уже моменты, вот Кая, например. Не, Кая тоже хочется собирать, опять же, этот айтем слишком дешевый, как по мне, для того, что он дает с 1950 за сфер большие пусты и в центре нападения на бессмастера его должны забирать. Бак, минус бессмастер. Ну и тут рай, скорее всего, тоже встрянет, у него нет статик шторма. Хотя, конечно, глимсует, старается уйти, за ним три зомбика. Погоню, есть подкоп и должен быть еще один минус. Минус два. Делают ребята из Invictus Gaming и куда дальше? Сразу нужно сделать какое-то полезное действие после двух этих минусов. Ну, либо вышку разрушить, либо... Ой-ой, опасно. Так, залетает подкоп, шикарный, ацинькинга по двум героям, XSS просто красавчик. По итогу делают минус на ДП, ну и по идее HV отпускать тоже не должны. Блочит, XSS с собой. HV вынужден разворачиваться, чтобы хотя бы подраться, какой-то урон нанести и у Пи делает даблкил. Красиво сыграли Invictus Gaming. Минус два, потом еще раз минус два. По итогу четыре фрага без ответа. Сами подставились. Зачем это пошли вдвоем? Это вот ДП под full vision и пониманием, где противник пошел подраться. Неопытные, неопытные ребята из МАКС. Задумки хорошие, но исполнение сохраняет. Есть такое. Ну ничего, во втором дивизионе им исполнение поправят. Если они туда вылетят. А у них есть третий все еще или нет уже? Что третий? Дивизион. А в первый сезон у них было еще там 24 команды, 10 в первую, 10 в вторую, и там какой-то был джуниорский третий, с которого надо было брать команды во второй. Да, я еще не помню про это. Я помню, что по 12 команд было вроде 24 всего. Да, они играли, выиграли, и в итоге у тебя сколько ты вылетал, сколько ты играл, а таковые, и вот вот две или вот четыре команды отправлялись вообще с турнира. По-моему, они просто расформировались. К концу с Дивизионом всегда так было. Нет, ну это обычно, да, так оно и случалось. Нападение в боте было, убили одного героя, нападают еще на Скорпиона тоже. Как только что играли сами Макс, теперь также играют IG, врываются по одному. Солу Рипом хилить Томб Стоун, спасти свой Томб Стоун. Плюс 200 голды вот этого для Огрмага. Но идет дальше, Кьюн хочет подраться все-таки, не зря же форму раскистовал. Еще убрали ВД. Подтягивается Венчаффл Спирит, есть свап, но дэмэджи, возможно, просто не хватит. Конечно, пытается энд пробить, но Дистонс раскинул Спирит Сифон, экзорцизм, и ребята из Инвиктус Гейминг просто под Сноуболом погибают. две Сноуболы Даггера. Кошмар. Просто кошмар. Ну, ответили тем же, действительно. То есть даже без Бессмастера здесь дрались с Тим Макс. Просто по одному приходили Инвиктус Гейминг. Максимальное количество народу в драке у них было два. В один момент, казалось бы, будет три с Витч Доктором, но его климсанули. И по итогу, конечно, Инвиктус Гейминг просто подарили нереальное количество денег. Плюс Бессмастер спокойно на верхней линии поформил. Купил уже рецепт на вторые Никоры на Миконе. Ужас. Так вот, возвращаясь к обсуждаемой теме предыдущей. Здесь только два дивизиона, и, сути по всему, второй дивизион уже подошел к концу. Там тоже какие-то, по-моему, оставшиеся матчи. Немного их осталось. И по идее, вот кто-то из Витч Гейминг Потеншал или Ньюби Янг ставит конкуренцию как раз таки команде Макс. Кто-то из них должен будет подраться с ними. Там шики, между прочим, играют. По итогам сегодняшних игр могут 0.4 получить, если не 0.6. Кто это? Выглядят они так себе. Макс? Нет, нет. IG. А, ну IG, да. Потому что сейчас могут. Вот по такой игре вполне закинуть две. Да, вчера смотрели если они намного лучше. Не знаю, что сегодня происходит. Смог. QX, XS, Бобока. Ставят в арт. Так, найдут, скорее всего, Ичвая. Видят Ичвая. Но там слишком много людей. Там четверо просто Тим Макс. Ну они даже не знают, наверное, что там много людей. Они догадываются, что там кто-то может просто нападать на угромага, но плохая идея. Тут Смог. Но неподвиженном от Invictus Gaming Смог был использован. И теперь уже сами будут нападать. Видят сейчас Vengeful Spirit. Слардер ныряет. Крашка. Розик есть, кстати, штормки на этих филд. Пока ничего не может сделать Vengeful Spirit. Нужна помощь какая-то подхил на Венгу. Венга старается просто драться. Сол рип есть. И Праймал Рор не упускают. Vengeful Spirit из-под атаки. Но, правда, также забирают и ДП за счет Ассасинейта, который выдает снайпер. До снайпера добирается Фонта. Фонта неплохо сыграл. В этом моменте 2 в 3 уже размен. Фонта подкопали. X, 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 Q остаются с Бобоками против Фонта. И Фонта здесь тоже погибнет. В итоге 2 в 4 и Траку даже выигрывает Эдвиктус Гейминг. Хотя, казалось бы, должны были ее в чистую проиграть. Просто убивали их сразу Керри. То есть Vengeful Spirit была под атакой. Но довольно долго ее убили все-таки. И ДП сама подставилась. Не было все еще в замесе Яула, который бы помог ей выжить и прожить, может быть, чуть подольше. Ну и очень вовремя подключился снайпер. Снайпер, между прочим, играет просто через молнию. Без ПТ, без ничего, просто молния. Почему бы и нет? Так он хотя бы где-то может фармить лес. Где-то может прогреть, где-то получит лишний фраг. На самом деле, возьмем 12-ый и у него будет поприятнее ассасинейт. Сможет где-то добивать героев и будет пополезнее. Просто сейчас у него вырывается Солус Лордар, который на самом деле не очень сильный. У него там полуартефакты есть. И все равно этого снайпера легко стирает. Ну, в данной ситуации, конечно, не хватает вот таких вот промежуточных артефактов типа Драгон Лэнса или кого-то Форстафа. Тем более, ты знаешь, что вот Солардар покупает быстрый Блинк Даггер. Это говорит лишь только об одном, что Блинк Даггер покупается исключительно против снайпера, чтобы до него добираться, допрыгивать и убивать. Поэтому в данной ситуации, конечно, хочется на снайпере иметь Форстаф, пику в лучшем случае. Ну, или хотя бы, чтобы у одного из тиммейтов Форстаф был. Тогда с Рошан ПП будет в безопасности. Да, и собирайте столбцы. В Симаке там дабл скан, был ни один, ни второй скан, никого не нашли. Ну, и вот скрипы, Некра, все побежал, ломать центр. Надо выходить из Симаков в Дэфи Тавер. Подавать его так на пустом месте не стоит. Я, правда, не очень понял от Венгистана в крипа, а не в Некра. Ну, да ладно. Так, здесь по основу. Да, разойдутся. По идее, некуда уже дальше лезть, цеплять. Хотя вот сейчас ошибается ДП, мне кажется, в миспозиции, но Венга просто не достается. Достается до Симкинг. Есть же сразу свапы. Очень быстро должны лишить Аегиса, но вот что делать дальше? А там нет экзорцизма, там нет экзорцизма. Ставят с Том Стоун, да, и все, и можно второй раз убивать ДП. Никто не спасет, никто не поможет. Просто никак. Да, можно отдавать. Нагло, дерзко, Invictus Gaming, но очень результативно. Хорошо напали и в узком проходе понимали, что там, конечно, штандайг раскроет себя только с наилучшей стороны, а еще Тимакс нужно потратить время на убийство Том Стоун, еще непонятно, кто это будет делать. То есть очевидно, что Слардер не хочет идти и бить Том Стоун, хотя может, но время лишь только потеряет после своего лентагера. Самманы Бестмастера могли бы легко это сделать? Ну вот, например, надо бы отправлять было самманов, но самманы были использованы на пуш-вышке, мы помним, скорее всего, были в кулдауне. Возможно, и полезли нападать из того, что видели, что в кулдауне не края и так далее. Вот он и так бездумно в центре слил. Ну и, кстати, из приятного раньше у тебя примерно всегда были какие-то кабаны, там еще что-то. То есть все время, там 2-4 кабана. Теперь очень, я бы так сказал, важно в правильное время нажимать вызов самманов, то есть не бездумно нажимать, когда есть обилка, а вот какие-то прожекторы, чтобы ты вышел, подпошел с ними, или там где-то что сломал, или на драку. А не просто. Кулдаун есть, запускаем. Ну раз в минуту, получается, можно вызвать. Я смотрю, и таланты никак не помогают это время сократить. То есть обычно там КТР и чего-то еще. Можно что-то такое, но вот живут они примерно столько же, сколько есть, нападают на Вич Доктора. Там фонд, по-теорием, погиб. Такой неравноценный размер в любом случае. Праймл Рором просто накрыл чалис. Непонятно, зачем он это сделал. У него только что рядышком бежал некр, у которого есть порч. И он мог его замедлить там раньше. Позволял это сделать. Чалис решил не контролить особо своими суммонами, просто дал праймл Рором. Ну кулдаун небольшой, можешь себе позволить. Сразу сносит вышку, используется глиф, ответ на так же товар забирают ребят из Invictus Gaming. Так, ну и вот тысяча преимуществ у IG и все-таки, конечно, Invictus Gaming как команда классом повыше, но должна быть на бумаге. Она, конечно, должна лучше отыгрывать 100%, но как-то вот Steam Max с командой второго дивизиона Китая она справляется очень тяжело. И явно фаворитом себя не ощущает. Ты видел сейчас, что я ДП делаю? Что? По привычке. Сейчас же глиф дает тебе инву и для крипов тоже. И вот используется глиф на вышку, на лоу хп, ДП бежит за нее и задувает в крипов, которые неуязываемы. Ага. Ну это тоже к этому нужно привыкать. Да, я понял. Про то, что вчера вот играли, все тиммейты в кулдау нажали щит на курьере. И сейчас я просто смотрю уже вторую игру и тоже, да, постоянно кто-то прожимает щит. Не для того, чтобы задевать курьера, а просто, видимо, по старинке ускоряю его. О, появляется тот самый крутой артефакт. Один из лучших, на мой взгляд, который появился из пяти. Да, это Spirit Vessel. Да, это очень хороший артефакт. Но, вот, опять же, в этой игре я бы по-хорошему советовал его IG собирать, потому что он подрезает хил, который получает цель, на которой он висит. И можно было бы на ДП кидать и не давать ей регенции сифонов. Вообще, этот артефакт должен быть на каждой команде в каждой катке. Это такой универсальный айтем для любой команды в любом пике, мне кажется. Без него просто никак. Тем более, что собирается из очень приятных таких составляющих. То есть, ты урну собираешь на команду. Ну, скорее всего, в любом случае. А дальше и Vitality Booster, и Midlay все тебе пригодится в будущем. Поэтому, вот, появляется сейчас этот Vessel у Агармага и в будущем появится, так понимаю, еще и у Q на Undying. Ну, насколько в будущем, пока непонятно, потому что у него тут еще зацепки на Guardian Gricks. Да и вот непонятно, нужен ли он ему. То есть, в случае с Адамом, я бы какой-то Аганем рекомендовал собирать. Потому что попадаешь в драки, там же Милишник на Милишнике. Милишник погоняет, фокусишь, там попадаешь в Патрема 4, и все, тебя уже не взять. Дальше Бладмейл, и ты самый сильный герой на планете. Плюс, Снайпер будет делать Миланер в любом случае, который будет на тебя вешать. Да, в будущем можно, если денег хватит, Q. Просто если он уже планирует делать там гривсы и так далее, значит, он планирует наличие большого количества денег у себя. Вот можно было бы реализовывать. Забрали тертовышку в центре Invitus Gaming. Нужно срочно возвращаться на базу, защищать верхнюю линию, потому что здесь Сумону уже пошли пробивать тер 3, причем довольно быстро они это делают. Тут зазеваешься буквально на пару минут, и можно без стороны вообще остаться. Так, Снкинг План Перехват находит Сумонов, разве что успел в Чалесу идти через Блинкдаггер в кусты и использовать ТП. СС постарается хотя бы не Краномиконов забрать. Ну, тоже деньги. Тоже деньги. Подкопал, убил, хорошо. Четыре сотни голды вообще с неба просто свалились. Круто. Так, что у Фонте? У Фонте... Ага. Ну, Блэк Кинг Бар. Мом, Блинкдаггер и в будущем будет БКБ. Ну, более-менее. Слардер живучести себе добавит, конечно. Все это не отменяет того, что сурки его все еще будут сильно пробивать. Тут у него и 11 единиц армора, но Бенджерфул Спирит, Снайпер стреляют очень больно. Им бы тоже, как бы, БКБшка, наверное, завестись. Понятное дело, что сквозь БКБ здесь много чего пробивает, но часть способностей все равно будет уходить на молоко. На Слардера теперь не нападает. БКБ у него все еще нет. Не дофармил, его подцепили, но проложение атаки не последовало. Пришел Дистоунс. Зажались два героя, можно было туда полезть, но слишком далеко другие тиммейты они в бозе что-то активно пушат. Ну, кстати, вот сейчас был использован экзорцизм, и зная это, Invictus Gaming могут попытаться и надавить, например, на Тир-2 и на халяву забрать. Потому что очевидно, что Тим Макс защищаться без экзорцизма не будут. Собираются вместе Invictus Gaming, возможно, попытаются спровоцировать эту драку, да. Используют смок, вижена здесь у команды Макс не было. Так, и на поиске противника. На поиске противника вижен абсолютно отсутствует у Invictus Gaming в этой части карты, в левой, куда они намереваются пойти. Так, ну, может быть, на удачу. На удачу, на чутье взять противника, аккуратно. Нужно понимать, что в бойсе нет, что в центре вот только сейчас появился Скорпион, что где-то кто-то бродит, но вот, и завтра, наверное, лучшая цель, которую готовы Макс были бы отдать. Он еще, смотри, там взаивайдил, все глиммером, минус стан, убегает, в чем в топ, в правильную позицию, но не успеет, наверное, затпшится. Он как-то Астратик Шторм поставил, конечно, он тут вейв, но чем-то хоть добью. Он очень много времени выиграл. Ассасинейт. Да, там снизу начинается больше тянуть. Потому что тиммейты, да, мутят грязь. Подцепили, Юлум, правда, Сингинг здесь прячется в песочек. Слушай, а здесь, по-моему, даже еще и Бесмастер не возьмут. На развороте Праймал Рор, летят каски. Да, сейчас будет даггер, возможно, это будет какой-то послоп или Юлум, но вот он в итоге выбрал птицу. Хорошо рассказали, это очень хорошо. Да, здорово. Если можно было ставить лайки, я бы Дезраптеру вот этот побег воткнул бы сразу все четыре позиции. Раскачали, раскачали сейчас Invictus Gaming. Опять же, вот то движение, что сделал Дезраптер, позволило Бесмастеру немного подобраться к Тир-3 вышке снизу. И вот таким вот образом еще пара таких моментов и где-то Тир-3 просто пойдет. Invictus Gaming это должны понимать. Понятно, их, конечно, огромнейшее желание сейчас подраться пять в пять, используя все, что у них уже имеется. Но на драку пять на пять Тиммакс не готовы, не идут. Есть еще что фармить. Вот видим, что и Дез Профит на Блэкинг Бар тоже нацелилась. Есть Соло Крест, пока Вейл, Тюл, но выживаемость кучи артефактов было собрано. Слардер, что там по БКБ? БКБ уже имеется. Ну вот теперь со Слардером могут быть проблемы. Главное, опять же таки, чтобы Слардер не добрался до Снайпера. Если Снайпер стоит и всю драку стреляет, ну, конечно, всех победит по итогу. Главное, ему не быть под фокусом. Здесь есть герои, который будет именно в него пытаться ворваться, потому что ей другие герои особо урона носить не будут. Слардер точно будет прыгать, но я боюсь, что Бесмастер в какой-то момент именно этим будет заниматься. Используется Смоук, очередной, ненавиженем. Они сами прекрасно все видят. Успели поставить вард во вражеском лесу и сейчас должны видеть снайпера. Должны были видеть Скорпиона. Вот снайпера сейчас точно видят и Протон уже уезжал. Сканируют, сканируют в правильную сторону Дайр, должны понимать, у них там стоит вард. Слардер. Ой, может по нескольким подстанет, но подстанет до одного Сен-Кинга. Тут же БК прожимает ей свап от Венжи Фулл Спирит, ставит Стоум Стоун, Статик Шторм Кинетик Филд. Большие проблемы Венжи Фулл Спирит нужны как-то спасти. Добивают все-таки ее. Остается иллюзия подраться. Там теории не Праймал Рор впитал Сен-Кинг. Сен-Кинг подкапывает перед своей смертью. Возможно, даже постарается и выжить таким-то образом. Да, пока уходит. И Death Profit подставляется у нас под Undying и под атаку от Снайпера. Снайпера стрелял довольно серьезно и по итогу один в один. Ну и погоня будет уже теперь стороны Invictus Gaming. Находят-таки этого Дизраптора. На этот раз он уйти не смог. Один в два. Ну и просто покажу оборону от Снайпера. Вот парень, который не подставился под фокус. Вот то, о чем я говорил. Есть два ДМЖ-дилера. Это Венга и Снайпер. Если один получает фокус, второй стреляет. И остается еще плюс ко всему везде. Да, тут сказали вопрос в том, а зачем Венга свапала себя в Скорпиона? То есть она полезнее будет, чем он. Особенно это такое расфокусирование Дракет. Могла просто тоже бить, а им легко этот Драк выиграть. Там она подставилась и... Что все к не такому... хорошему окончании. Ну и покупайся. Завтра хотят подраться за Рошана, что ли? Ну ДП-то нет. 6 секунд. Экзорцизма там тоже не будет. Заходит Огармак просто в наглую. Зашел. Здесь еще и Дизраптор. Без статик шторма, правда. Залетели в наглую. Аегис подбирает все-таки Слардер. Кстати говоря, Рошан достается тоже. Ребятам из Рейден. Снайпера убили. Ой-ой-ой. Потягивается только-только сейчас Венжи Фол Спирит. Забирает Слардера первый раз. Кью активирует форму. ДиКей Сол Рип. И пошел на серийный эпицентр. БКБ проживает Фонта. Тут же Праймал Рор. Все это под фокусом находится Венжи Фол Спирит. Статик шторм успел откатиться. Дистоунс уже тоже здесь. Спирит сифоны. Форстаффе. Надо спасти Венжи Фол Спирит. Фонта идет в погоню. На развороте получает стан. И могут наубить Фонта. Фонта без БКБ. Тут же подкопы. Том Стоун разрушает. Том Стоун очень много демэджа. Сейчас наносится своими зомбарями. Фонта все еще старается подраться. Фонта все-таки погибает. Ой-ой-ой. И под этим сейчас Том Стоуном команда Макс просто разваливается. Как же неудачный. Виктус Гейминг вовремя развернулись. Венжи Фол Спирит, конечно, погибло. Но, тем не менее, не забываем, что Тим Макс байбекались. Тим Макс потеряли Аегис. Потеряли своих кор-героев. Ну, кроме разве что ДП. Жесткая драка. А кто Макс этого файта получил? Заработал тысячу голды. А в ответ тысячу голды заработал Вич Доктор. Я бы сказал, что вложение денег у Тим Макс получше после этого файта. Не, к тому, что продолжение драки для них получилось неуспешным. То есть классно они все сделали на Рошане. Они забрали Рошана самого, забрали Аегиса. То есть после этого драка бы закончилась. Они остались бы в еще большем плюсе. Опять же. Проблема-то не в том, что они что-то не так делают. Точнее, ворот. Проблема в том, что они что-то не так делают. И вот им можно не бежать добивать Вингу, а забрать две тамбы, за которые дают больше денег, чем за Вингу. И не будет там проблем ни с зомбарями, ни с чем. Да, они вот лезут и лезут, лезут и лезут. Хотят героев убивать. Хотят, да. Неверно расставленные приоритеты. Да, и вот на самом деле молодец еще и товарищ Энд, который не испугался, не побежал просто куда-то в район своей святыни или на хэкграунд, развернулся, дал стан, начал прописывать очень много урона с руки. Так что это помогло отчасти выровнять ситуацию в драке в команде Invictus Gaming. Да, ну, интересное сражение, конечно, в первой карте. 2000 преимущества всего лишь у IG. Разница по фрагам там всего лишь в единицу. И на творцу кор героев, ну, примерно идентичная. Опять-таки, разница в плюс-минус тысячу. Это сейчас не сильно решает. Тут вот блокинг-бары, как скоро будут появляться у Invictus Gaming. Вот что меня интересует. Вижу, что Vengeful Spirit уже идет к этому артефакту. А у OP появляется МКБ. Ну, вот сейчас, конечно, снайпера нужно фокусить прям первым. То есть не смотреть на каких-то Сенкингов, на какую-то Vengeful Spirit. Просто перепрыгивать все это дело и постараться убить снайпера. Потому что если вы не трогаете снайпера, то, скорее всего, вы драку проиграете. Там дэмэджи и так по 3500 уносят снайпер за замес. Непродолжительный. За продолжительный будет, соответственно, больше. Понятная идея, что хочется сперва убить Vengeful Spirit так, чтобы потом не появлялись иллюзии снайпера. Потому что если первым уничтожить самого снайпера, появится иллюзия, и она продолжит стрелять. Но я боюсь, что не успеют просто эти Макс быстро зафокусить Венгу, чтобы потом и быстро убить снайпера. Просто не получится, не хватит ресурсов. Слардер пока не научится такого колоссального урона, у него нет дезолятора. У ДП тоже урон, ну, это не берст, это все-таки периодический урон, хоть и мощный. Ну, а станчиков от Бесмастера у Гармага явно не хватает. Надо каким-то образом... Если ты будешь первым вкустить снайпера, то есть же вероятность, что он просто встанет и будет 7 секунд наваливать. Вот это да, это конечно... Я в прошлой драке уже обнаружил неплохой вариант, как этого избежать, просто не надо как-то добить его, там, перникром или кабаном или еще чем-то. Что он будет действительно с его обидчиком, и кто наносит ласки. Если это будет крип, если это будет любой саммон, то снайпер не будет такой большой занозой в попе, если будет вкусить не героя. Ну и смог, атака пошла, причем. Опять же, ненавижение, вроде как, было нажитое. Вроде бы. И Огромаг. Опять же, не та цель, которую мы хотели бы найти первым. Жить-то он, наверное, не будет жить, но его отдать не так и страшно. То есть это не ДП и не бисмастер. Ну а что, это, видимо, тир-балышка, которая последует за убийством Огромага. Если бы она здесь была. Нет, я имею в виду по нижней линии. Но они решили пойти под сон. Крипы, Дереку, Огру, Жерестница. То есть им надо что-то делать здесь и сейчас. Ну тир-3 тогда немножко пощелкать. Снайпер может с дистанции, в принципе, поатаковать. Вопрос, будет ли четвером защищаться Тимакс или подождут Огромага. Тридцать секунд еще, за полминуты вышку можно серьезно покупать. Надо ведь и ползать далеко аккуратно. И просто пока не будет движено, снайпер не сможет стрелять. Шапнель взлетела. Кстати, вот забавный талант у снайпер на 25-м. Плюс 6 зарядов на шапнель. Довольно забавно выглядит. Можно просто обстрелять все поле драки. Закидать. Внезапно. Глимс. Но Кью вынужден был поражать свой ультимейт. Развели хотя бы на это. Что дальше? Но тир-3 вышка-то падает. Даже несмотря на то, что появился Огромаг, нужна какая-то, видимо, драка. Потому что иначе можно без тир-3 остаться. Но не добивают АйДжей и отходят пока. Испугались. Испугались за место. Бубок-то, между прочим, уже с Агонимом. На секундочку. Красавчик. Так по-другому не скажешь. У него ГПМ. Хороший талант на 15-м уровне. На 20-м взял, видимо, 125 к дальности атаки ДЭС. Варда. И, соответственно, где-то, заняв очень удобную позицию, можно и отличиться. Можно передамажить даже снайпера. Почему бы и нет? Ну вот теперь, да, мы говорили о том, что у Т-Макс очень много контроля. Но этот контроль нужно грамотно будет распределить по замесу. Потому что в фокусе нуждается, очевидно, снайпер. Теперь и Вичдоктора игнорировать тоже нельзя. Также при этом не хочется, чтобы стоял Томп Стоун в замесе. Его тоже нужно убивать. Причем если убивать, он дайанга будет стоять два. И ты не хочешь убивать. Точнее, тебе надо убивать их будет оба. Но я бы так сказал. Самый опасный все равно здесь снайпер. Потом Венга, потом ВД. Потому что ВД, ну, урона на его посохи не так много. Вроде бы по 150, вроде баунсится. Но оно может, так сказать, заледать в кого-то одного, если правильно себя спозиционировать. И это будет нормальный трейд. Потому что после того, как палка кончится, или если ты ее собьешь, то проблемы особо между тем не представляет. А снайперы или Венга, они представляют проблемы всегда. Это просто обычно как бывает. Вот ты думаешь, что, ну, наверное, как-нибудь там эту палку я собью. Давайте пробуем убить снайпера и Венжи Фул Спирит. Начинается замес, вы прям в станчике, все, снайперы фокусите. Там вроде там достигаете какого-то успеха. Тут появляется иллюзия снайпера. Венжи Фул Спирит бьет и внезапно оказывается, что сзади стоит палка. А вы под маледиктом, под касками. У вас станов уже больше нет. И смотрите просто за тем, как у вас ХП кончается. Медленно, но верно. То есть, вот, конечно, предусмотреть все и сразу в замесе будет практически нереально. Для этого нужна просто какая-то идеальная атака, идеальная драка. Но надо просто держать в уме, что называется, возможность Вич-Доктора перевернуть замес. Самостоятельно. Ну, в затруднительном положении находится Димакс. Давайте посмотрим, что же они будут приобретать себе. Вот Дизоль на Слардере, по-моему, это не самое крутое решение, как мне кажется. Вот, по-моему, осалтки раз в приоритете должна была быть. Это определенно так. Потому что у Вингил сейчас переделанный террор позволяет ей активную спамить и в драке носить кучу урона. И вот раз минус армор заезжает. И вот под все это дело было бы неплохо пробавить свою команду и собрать какой-то Владмир, который сейчас совсем замечательно работает, собрать больше каких-то лотусов. Опять же, вот у них у всех есть по Солар Кресту. Три штуки я насчитал. Возможно, было вместо одного из них взять что-то просто ауешное. Или лотус. Смотрю я на этот талант от Vengeful Spirit. Дополнительные еще 15% к Аури, к Vengeance Аури. И того же 49 топ-урона. Для снайпера, конечно, это великолепно. У него плюс 78, оп, плюс 135. Слардер залетел. Под БКБш, кстати, к штору всю на снайпера, снайпер. А где Праймал Рор-то? Вот он, Праймал Рор. Только сейчас залетает. Но убили снайпера. Неплохо. Между прочим, завкусили Vengeful Spirit. Минус 3. Отличный фокус в исполнении. Тимакс успели ворваться и очень быстро стереть противника. Тут, конечно, погибает Фонта в результате, но... Сделали максимум. От иллюзии Венги. Да. И снайпера, которые его настреливали. Все равно круто вышло. Хорошо, вкуснули прям, приятно получилось. Я же боялся на секундочку то, что Бисмастер ошибся. Сразу не дал Праймал Рор, и там будет какие-то форстафы, будет сейв. Но все, обошлось. Снайпера все-таки добили. Добили и Венгу потом тут же. Но вот это вот неплохо. Снайпер пошел впереди планеты всей. Ему, конечно, нужно держаться намного дальше. Дэмэджа хватает. Урон очень много. Так, ну что, снайпер без байбека. Венжи Фол Спирит 30 секунд в таверне. Ну, тир-2 вышка успеет, конечно, забрать Т-Макс. Я думаю, не более. Хотя попытаются, мы видим. Погрызть и тир-3. Если там глиф. Глифа, кстати говоря. Нет. Ой-ой-ой, а можно без стороны остаться в таком случае. Венжи Фол Спирит байбекается. Эпицентр заходит. Тирение мага от X-XS. Точно в Death Profit. Что дальше? Там есть гем. Свап. От Венжи Фол Спирит. Тут же Fire Blast. У Гармага здесь будут оставлять и продавать. Нет? У Гармага ушел? А, ДП. Ну, вот он, да. Секунды до БГБ. Сейчас, если она успела бы нажать, она могла бы сделать просто паут. Но она не успела. Или не захотела. Ну, здорово сделали ребята из Invictus Gaming то, что они оставили у Гармага в покое. Не стали забирать эту синичку в руках, да. Погнали за журавлем, который был в небе где-то. И удалось этого журавля за хвост поймать. Что, молодцы. Минус ДП. Это очень крутой фраг. И теперь можно пытаться даже развести на байбек ответ. Пройдя по центу. Не хватает Бубоки. Но Бубока будет отбивать верхнюю линию. Но, не знаю, Бубока здесь, конечно, нужна. Я так скажу, что в прошлой драке они справились не то, чтобы с помощью ДП. Возможно, они могут попробовать сделать то же самое, что они делали прошлый раз без нее. Вот сейчас врыв. Ой, неудачный врыв. На снайпера не добрались. Снайперу нужно убегать. Слардер под БКБ. Да, он понимает, что БКБ потратил впустую. Был еще и байбек. Надо отойти. Отойти Invictus Gaming продать тех, кто остался. Но все-таки решили подраться. Праймал Роар. Vengeful Spirit идет в бой. Пытается впитать в себя кучу урона. Снайпер разворачивается под Бокебаром. Не дерется вообще. Очень боится здесь ДП. Снайпер в итоге разворачивается только сейчас. Пытается расстрелять хотя бы Бестмастера. Упи. Но как-то не сыграны были Invictus Gaming. Затем как ни команда действовали. Вот он ставится. Палка тем временем начинает разбивать. И вместе с Кью два суппорта расправляются с командой Тимакс. Но не полностью. Бестмастера убили. Бестмастер байбек. Погибает таки Огармаг. Но тем не менее свое веское слово в замесе Вичдоктор сказал. Ну и пусть конечно же решал Андайд. Я что-то не особо почувствовал. В итоге только дезаптер он убил. И вот стоило ли того 4200? Не, ну подожди. Бестмастер, Огармаг, они же все тоже получили урон. Да нет. Он в двоих попадал. В двоих попадал? Ну 1800 урона нанесло. У него вот здесь два героя стояло. А, ну ты не видишь. Я, короче, поморгал. Слева. И остальная пачка стояла справа. И поскольку он не может контролировать Варт, но он бьет ближайшую цель. Он атаковал Огармага и баунсил от Дизраптора. Который погиб. Огар не погиб. И все, рефрешер подъехал с третьего Рошана. Сыра Эггис, рефрешер. Попахивает это все для IG, у которых еще и кулдаун байбека. Ну подожди, 10 секунд, а в Эджи полспирит успеют возродиться. Я думаю, что бараки, конечно, можно будет отдать по центру. Это сейчас не так важно. Важно то, что у ДП не будет байбека. Ой-ой-ой, куда же мы подставляемся-то? Экзорцизм вызывается от Дистонса. Как-то, конечно, Андайинг тут погиб. Сразу же использовал байбек. Дистонс использовал рефрешер. Эпицентр, тени пошел. Цинк Кинга подкопал троих. Неплохо, ну и нужно дэмэдж сюда. Где же Снайпер, где Венжи полспирит? Почему по одному? И тут ребята из Инвиктус Гейминг тут же свапы. Спасают своего тиммейта. Снайпер начинает расстреливать. Неплохо. Слардер уже лишили жизни. У ДП тоже проблемы. ДП без байбека погибает на 88 секунд. Фонт ЭБКБ подрубил. Надо пытаться спастись. Хоть как-то Гардингриф с погонью бросаются. Ребята из Инвиктус Гейминг. Фонт и бежать. Фонт урну получает XS. Здесь можно подкопать двоих. XS получает краш. И залитает Ассанейт от Снайпера. Минус. Слардер теряет также Огармага. Два героя без байбека. Слардер байбек имеет. И эти качели, они будут продолжаться. По всему уже третья попытка ответить Инвиктус Гейминг. Бегая с своей базы на базу чужую. Но сейчас есть все шансы. ДП нажать Сыр. Тоже не знаю чего и пожалела. И в итоге. Просто погибла. Так бы она была Сыром фулл хп. Потом Юл. Потом повеселилась еще где-нибудь как-нибудь с сифонами. И нажал бы Слардер БКБ после Эгиса. И они будут выиграть даже драку. Я так думаю. Но не совладали. В итоге это точно будет минус-минус за 40 секунд. И я боюсь, что они успеют еще одну сторону сломать. Или могут попробовать сразу в Трон зайти. Ну Трон не успеет. 30 секунд. Ну это много. На самом деле им сейчас есть начать. Потому что ты Бекдор выключился. Не успеет, не успеет. Там 24-4 выжки ломать надо. Сам Трон просто не успеет. На топе те времена, конечно, сплитпушит Бестмастер. Судя по урону, на самом деле, я думаю, что успели бы. Думаешь? Шли не рисковать. Смотри, как быстро они сломали сторону. За 12 секунд они сломали бот в сторону и дошли до топа. Бестмастер. Посмотрите, чем занимается Бестмастер. Бестмастер также будет ломать вторую сторону у команды Инвиктос Гейминг. Но здесь уже будут мега-крипы. Здесь будут мега-крипы. Главное Инвиктос Гейминг сейчас уйти с чужой базы после того, как мега-крипов сделают. Защитить свою одну сторону и уже пользоваться тем преимуществом, что они получили. Курьера отдали. Сразу же ТП-шка от Сен Кинга. Да, все ТП прожимают. Это грамотно в этот раз Инвиктос Гейминг. Не хотят попадать в ту ситуацию, в которую они попали при игре с LGT Forever Young. Так, добиваю Чалиса. Праймал Роар. Ну, должен погибнуть. Даже Центр еще засейвили. Слушай, там милишный барак остался. Абсолютно комфортная ситуация теперь у команды Дайджи. Смотри, у Снайпера проблемы, которые не такие неутыпачные, но его не смогли убить. Тиммейты подтянулись. Там Сен Кинг уже готов перехватывать уходящие цели. Да, можно успокоиться. Просто успокоиться. Все сейчас под контролем Инвиктос Гейминг. Даже можно дождаться следующего Рошана. Дождаться, когда откатятся байбеки. Все равно ребята из Макс, скорее всего, из базы просто не выйдут. Мегкрипы их задавят. Отбиваться от мегкрипов, ну, по сути-то, и нечем. Суппорты бесполезны. Надо играть один тимфайт. Зайти попробовать сломать трон. Посмотрим, что буду делать. Ну, какой-то олл им нужен, конечно, со стороны Тиммакс. Потому что иначе как? На базе сидеть это заведомо проигрышная ситуация. Позиция. Нужно, ну, закупить все, на что хватает денег. В общем-то, да, там, может быть, купят себя Салткера, Слардер. Но идти в какую-то драку. Там надеяться на то, что убьют героев, которые без байбека. Но снайперы байбек есть, например. Венжевл Спирт, конечно, нет. Заходит Райс. Статик Штормки на Дикфил. Успевают тупи поражать БКБ. Начинает расстрелить противника. Дизраптор, скорее всего, погибнет прямо сейчас. Под фокусом никто не оказывается у команды Инвиктос Гейминг. ДП использует Сир. Слардер делает байбек, ну, а снайпер расстреливает позади своих тиммейтов. Тиммейты стараются не отпустить уже уходящих персонажей. Ассасинейт, богар-мага. Прячется под Тир-4. Саленс. Удовольствуется пока лишь только двумя фрагами, ребята, из Инвиктос Гейминг. Ну, и теперь уже в Тир-4 добивать трон. Что еще остается? Как защищаться вообще непонятно. У ДП Экзорцизм сейчас закончится. Ставится просто-напросто палка. Бестмастер Праймал Рорум вынужден сбивать Вич Доктора. Там Тиреним Эпицентр в ДП. Снайпер ДП тоже расстреливает. Дистонс. Слардер неплохо залетает. Пытается съесть Бенджи Пол Спирит. Съедает ее. Неплохо. Теперь и в Снайпера тоже можно. У Снайпера проблемы. Форстаф и Снайпер. Снайпер тоже погибает. Так, ну, пока вроде бы сейвит Тиммак свой трон. Набивает на сцене всех пятерых. Байбеков-то не особо много. А и ДП, ДП, ДП. ХС все-таки смог добить вместе с мег-крипами. Хороший подкоп под конец. Добирают Снгин. Катай, минус пять сделали. Но ДП без байбеков. Байбекается дизраптер. Мег-крипы. Ну, съели практически все постройки на базе Тиммакс. Осталось все. Постройки сейчас энергенцы. Главное трон. У трона восемь хапоригена. Его дефт попроще. Пока живут. Диммакс до последнего. Ну, в аналогичной ситуации, напомню, что команда Invictus Gaming также играла против мег-крипов. Игру проиграл. ЛФА, по-моему, смогли. Файл пушить. Они не сделали мег-крипов. Там остался один рейнджовый барак. А, барак там. Они не добили. Они просто пошли под фонтан. Также погибли, как примерно сейчас. И им успели сломать трон. Пока они рестались. Здесь такая ситуация, наверное, не повторится. Прямо сейчас. Потому что 30 секунд всего осталось. Слишком долго дефтали свою базу. Нет никаких активных хаут-пушеров. Но это не значит, что они смогут зайти в следующий раз. Это не значит, что они не проверяют эту игру сегодня. Еще раз. Да, вот Огармак понимает. Тут нужны какие-то ауэрные артефакты уже. Нужны будут, конечно же, и молнии, если захотят бороться против мег-крипов. Иначе никак. Хотя вот Чалис решил рефрешер себе взять. Но все-таки на драку он гибается. За место нужно будет выигрывать. Не отчаиваются эти максы. Не отчаиваются. Все еще борются. Другая, любая другая команда, ну или команда, например, чемпион-мажор. В этой ситуации бы давно написали ГГ уже и не стали сопротивляться. Но Тимакс не из таких. Тимакс будет бороться до конца. Какая-то такая команда чемпионов-мажоров. Какая-то команда, которая чемпионов-мажоров. Я знаю, про что ты говоришь, но, допустим, их товарищи не победили мажоры на имперце. Допустим, такие игры, наоборот, всегда доигрывают. Ну, я же говорю, кто-то, кто-то доигрывает. А чемпионы-мажоры обычно не дойдут. Так, свинкинг ТП. Ну, аккуратно нужно эту игру заканчивать. Invictus Gaming, конечно. Опять-таки, на байбэк там уже будет хватать. В Ender, у Spirit байбэк есть. У Снайпера там не хватает 300 голды. Вот, святыни разрушить. Ну, кстати, по поводу святыни, бестмастера бы некров повызывать, чтобы раздеварить свою базу и вражеские шайны поломать. Дополнительные деньги. Потому что вот я смотрю, прямо сейчас на базе стоят два варда, в очень наглых, либо тоже найти. Вот Дезертер пытается, но пока не говорят. Почему у него есть гембо? Наконец-то. Наконец-то находит. Но он находит один, не ломает второй. Не дошел. К его счастью, он закончится. Через 20 секунд, и RG потеряет весь вижен. Ну, не то, чтобы он прям сильно им сейчас нужил. Ребята из Инвиктос Гейминг... У них все приятнее, чем без него. Понятно, Инвиктос Гейминг и так прекрасно понимают, где находится Тим Макс, и чем они занимаются. У них тут пока первостепенная задача не потерять трон от мега-крипов. Потом уже все остальное. Бестмастер купил, если все-таки Блэкинг Бар. Копил-копил на рефреш, решил, что лучше ПКБ. Так вот. А Слардер так и не с дособранной. Кираса еще бегает. До Киперстона еще как-то нужно будет добежать. Вот в чем проблема. Могут и не пустить. Вражеский магазин отправлять. На самом деле, сейчас у Бестмастера еще очень много атаки. Он, по идее, может просто интервала купить, на птицы пролететь. Вот кулдаун новых саммонов и просто въехать еще, сломать бараки сквозь бэкдор. Ну, кстати, пассивку-то он взял. Ну, я имею в виду талант на пассивку, но улучшение. Да, плюс 40. Плюс 40. Теперь у него 85 бонус так спиды и для героев, для некоторых это не так уже и много. А для, допустим, его крипов это очень большой забуст. Но и ждут. Смог. Сейчас будет Смог, Вард, все видят. Зератер тоже должен был видеть, его цепляют. Венжи Фулл Спирит здесь. БКБ вовремя прожимает. Фонта впивается в Венжи Фулл Спирит. Венжи Фулл Спирит просто убегает. Праймал Рор. Но снайпера не цепляет, судя по всему, никто. Слардер погибает. Снайпер стреляет. Да, ну как-то так, конечно. Зашла ДП сейчас с экзорцизмом. Все-таки съели Венжи Фулл Спирит. Мало КП учались. Но снайпер стреляет. Просто снайпер стреляет. Они его не тронут. Главное, снайпер. Там трон падает. В это вся проблема. Но это действительно неприятно. В данной ситуации. Несложно. ДП байбэк. Гестмастер байбэк. Подкоп по двум героям. Снайпер продолжает расстреливать героев противника. Теперь можно, в принципе, расстрелять и трон. Снайпер 3000 урона. Венжи Фулл Спирит. 4,5. Нанесла за драку. Ну и трон упал. Да, поздравляем Инвиктус Гейминг. Первая карта. Не без проблем. Но все-таки достается им в копилку. Ну, борьба на равных была все-таки. Что самое, конечно, ужасное в этой ситуации и неприятное, это то, что ошибок очень много было и у той, и у другой команды. В исполнении, конечно, страдали и те, и те. Все-таки, ну, невозможно в нормальной игре, да, там, те, кто мало ошибаются, чтобы такие качели происходили, когда команда сперва дерется на своей базе, потом тут же дерется на чужой базе, потом опять дерется на своей. Снова на чужой. Да, да, да. И так раза 3-4. То есть, ну, как-то было не очень круто. Не доиграли, много кто не доиграл. Красавчик Дизраптор, вот к нему, наверное, меньше всего претензий всего пару раз. Красавчик Дизраптор, вот к нему, наверное, не доиграл. Красавчик Дизраптор, вот к нему, наверное, не доиграл. Продолжение следует...